Субтитры делал DimaTorzok Так, сейчас я покажу, как приходится каждый день, в восемь вечера, чтобы за такую речку щипать училище. Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дальше как девочку надо копить 2 доллара в день. Вон тут и не вечером. Вот еще не видно, что запаска делала, но... Это мой бывший охотный женат. Сейчас я им только лучинки могу считать. Поехали. 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 И сейчас я имя свой, но почему вы считаете, что это? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А это Дядя Толя на подволье Банька на крае огорода Сарайки с разным имуществом Гараж и подсобная избушка Добавил DimaTorzok А так, дядя Толин двор выглядит в начале лета. Множество одуванчиков, ими просто усыпан весь двор. Двор кажется, как будто посыпан золотом. Дом, парники, на заднем плане дом, который дядя Толя построил один. Рядом с домом летняя кухня, или как у нас называют красивым словом, чаеварка. Рядом с чаеваркой небольшая тепличка. Тепличку дядя Толя начинает топить уже в апреле, когда еще достаточно холодно. Топит ее несколько раз за ночь, но и в апреле начинает уже есть редиску. А когда я приезжаю к нему в мае, на столе стоят уже свои собственными руками выращенные огурцы. До рыбалки отсюда рукой подать. Вышел за огород, прошел 20 метров и бросай спиннинг. И будет тебе щука, а если повезет, таймешка. У дяди Толи три сделанных своими руками лодки. Самая длинная шаланда 11 метров. Все лодки сделаны из стареньких лодок советской промышленности. Дяди Толя разрезает их, вставляет большую вставку и по дну лодки пускает шахту, чтобы можно было ходить по мелким порожистым каменистым рекам. Сейчас перед вами нос дяди Тольной шаланды. А на заднем плане стоят еще две лодки. Одна под подвесной лодочный двигатель, а другая с водометом. А водомет работает от двигателя от автомобиля Кариб. Классные лодки. Классные лодки. Классные лодки.